Европа переходит в наступление. Тактическое поражение на выборах в Австрии и Нидерландах объективных союзников Путина по разделению Европы, так называемых евроскептиков, продолжает углубляться. Вчера в 59 городах и 9 странах Европы в преддверии выборов во Франции и Германии прошли массовые акции граждан в поддержку единой демократической Европы. Выстоит единая Европа, будет сохранен вектор европейского развития, который отстаивает в России демократическая оппозиция, если она еще вообще существует. Поэтому объективно европейцы сражаются с евроскептиками не только за свои цели, но и за образ будущего, за цель для граждан России в том числе. Для России есть еще одно измерение европейской атаки в защиту Европы. Несколько лет назад, восхищенно взирая на европейских национал-демократов, в России тоже стали появляться ухудшенные копии национал-популистов с похожим отношением к миграции и глобализации. Маленькие, струганные на подлых русских маршах лепенчики с такими же националистическими навалами, мутными взглядами, популистскими предложениями и тоже как бы антисемитные в кавычках. Европа влияет на Россию, хотим мы этого или нет. Поражение в Европе старших братьев наших вечных задников, вторичных национал-популистов, энергичная и массовая контратака людей в защиту Европы бьет и по российским национал-популистам, превращая их в идейное движение без будущего. Во всяком случае, без европейского будущего. А провинциальная идейная помойка есть у нас в стране и сегодня. Она зовется путинизмом, с его приложениями авторитаризмом, евроскептицизмом, национализмом, популизмом и тоской по стоптанным и дырявым сталинским сапогам, давившим тупой подошвой народы Европы. Браво, единая Европа! Алексей Мельников